Хронология пророческих событий, часть 5 Третий храм Итак, когда увидите мерзость запустения, ставшую на святом месте, о которой было сказано через пророка Даниила, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения. Что такое святилище? Это храм, и в данном контексте имеется в виду храм в Иерусалиме. Святилищем именовалось одно из внутренних помещений Иерусалимского храма, куда могли входить только священники. Более святым местом у древних иудеев считалось только святая святых, куда мог входить только первосвященник. Согласно Ближневосточному мирному соглашению, евреи и мусульмане будут иметь одинаковые права на храмовой горе. О третьем храме и о поделенной храмовой горе во время исполнения половины седьмины записано в Откровении Иоанна Богослова. Иоанну было поручено измерить весь храм, за исключением внешнего двора, который был отдан язычникам. Раз Иоанну было приказано измерить храм, значит храм непременно будет. И они будут попирать город святой, обратите внимание, 42 месяца или 3,5 года. Возможно, жертвоприношения прекратятся под натиском общества по защите прав животных. Ежедневные жертвоприношения Антихрист прекратит. И затем Антихрист поставит мерзость запустения, от которой произойдет опустение. Очень важная деталь. Мерзость запустения окажется в святом месте. А где сейчас святое место? Святое место означает храм или храмовую гору. Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. И кто в городе, выходи из него. И кто в окрестностях, не входи в него. Мерзость запустения произойдет тогда, когда Антихрист со своими войсками окружит Иерусалим, зайдет в храм и объявит себя богом. И будет поступать царь тот по своему произволу, вознесется и возвеличится выше всякого божества. И о боге богов станет говорить хульное. И о богах отцах своих он не помыслит. И ни желания жен, ни даже божества никакого не уважит. Ибо возвеличит себя выше всех. И раскинет он царские шатры свои между морем и горою преславного святилища. Его что-то будет тревожить. Из этого стиха мы видим, что Антихрист будет воевать с другими странами. И не все подчинятся его мировой империи. Также видно, что он захватит Иерусалим и храмовую гору вместе с храмом. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот, имеется в виду день второго пришествия Иисуса Христа, не придет. Да коли не придет прежде отступления. От чего? От истины. От чего? От Бога. И не откроется человек греха, сын погибели. Или Антихрист. Противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью. Так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Где случится мерзость запустения? В храме. Это подтвердил сам Иисус, говоря о мерзости запустения. Почему это событие называется мерзостью запустения? Потому что всемогущий Бог 37 раз в Ветхом Завете сказал, на этой горе будет пребывать мое имя. Вот почему Антихристу, скорее всего одержимого дьяволом на то время, будет важно объявить себя Богом именно на этом месте. Его поступок назван в Библии мерзостью запустения. Это произойдет в ближайшем будущем. И об этом будут сообщать в новостях. Храмовая гора будет честно распределена. И евреям будет позволено отстроить третий храм. Храм будет построен в первой половине седьмины. Потому что в середине седьмины написано уже прекратится жертва и поставлена мерзость запустения. То есть Антихрист воссядет в храме и провозгласит себя Богом. Антихрист будет долгожданным спасителем и великим учителем, в кавычках, для всех религий, для всех людей. Антихрист будет провозглашать, что он является долгожданным мессией для евреев, вернувшийся Христос для христиан, двенадцатый имам для мусульман и пятый Будда для буддистов. Вот тогда его подлинное лицо и откроется, маска будет сорвана. Это будет жестокое время для всех тех, кто отказался преклонить свои колени перед Антихристом. И в это же время в Иерусалим Бог посылает двух своих свидетелей, двух пророков Божьих. С их проповеди в еврейской среде начинается возрождение. И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, обратите внимание, будучи облечены во вретище. Это суть, две маслины и два светильника, стоящие перед Богом всей земли. Тогда же, в эти последние три с половиной года, произойдет еще одно событие – начертание зверя. Антихрист захочет контролировать каждого человека на земле, чтобы люди имели возможность принимать участие в экономике, а именно покупать и продавать. Это значит поклониться Антихристу и дать клятву верности его безбожному мировому правительству. Библия говорит, что всякий, кто примет клеймо зверя, будет навеки осужден в озере Огненном. Вот почему этот период и назван Великой Скорбью. В конце Великой Скорби мировое сообщество под каким-то предлогом объявит войну Израилю, и начнется Армагеддонское сражение в долине Мегидо. Поводом для войны может быть отказ Израиля сдать свое ядерное вооружение, например. Войска Антихриста вторгнутся в Израиль. Как близко мы к этим событиям? Существует уже множество признаков, доказывающих то, что последняя седьмина откроется уже очень скоро. Сейчас Израиль как никогда готов к строительству третьего храма. Храмовая мебель и утварь готовы. Сценарий последних событий может разворачиваться следующим образом. Отгремела третья мировая война, которая, скорее всего, произойдет накануне открытия последней седьмины. Она унесет жизни одной трети населения Земли. Только подумайте об этой сумме погибших. Ужасаемые последствия войны вселят в людей желание сохранить мир на Земле любой ценой. Более двух миллиардов погибших заставят мировое сообщество подписать мирный договор между Израилем и Палестиной на Храмовой горе. После военном религиозном мире люди могут сказать, пусть Израиль строит свой храм, может быть тогда Бог смилуется над нами. Потрясающие события недалекого будущего обязательно произойдут, потому что нас предостерегает об этом сам Бог. А вы готовы к потрясающим событиям будущего? О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья. Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать или вор ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...